это у нас бузок который сирень который лилок лилок то садим это у нас яблонька будет будем надеяться что оленей и и не будут подгрызать у нас начался огородный сезон конец мая по ночам уже нету заморозков в нюбрансвике 15 мая последняя дата когда могут быть заморозки после этого уже можно все садить земли здесь мало поэтому здесь если ты делаешь грядку надо покупать землю вот мы хотим возле нашего входа еще одну такую грядочку для цветов сделать поэтому вот мужчины работают так мужчины тут садят а я буду делать купили травки всякие для того чтобы в салатике из них мясо класть я такой большой горшочек сделал раз ручку вниз сюда вставила и загорнула работа ведется просто профи профессионалами насадили всего рассадили лилии наши кучу всяких новых посадили еще чернобривцы сейчас сюда посадим так вот какой у меня горшочек с травками получился мята базилик орегано а это тоже в стейки бросают и забыла вкуснятинка а на этой грядочке много всего чернобривцы и лилии какие-то цветочки которые луковичками я сжала и люпинчики в общем будем ждать но теперь самое интересное полить всю нашу красоту скоро буду вас радовать видео с цветочками как вам наши одуванчики на газончике кто-то их вырывает а мы им радуемся смотрите как здесь делают огороды у нас на бранцевке такие вот поднятые грядки потому что земли мало камни везде и обязательно ограждают от оленей чтобы не съели то что вырастет так что вот у нас возле сын джона тоже огородики есть у людей а вот еще у нас квестпам здесь и есть public gardens то есть такие такое место отгороженная решеткой здесь есть грядки и здесь арендуешь кусочек земли и можешь здесь себе высаживать все что хочешь и многие люди с удовольствием пользуются потому что не у всех есть своя земля плюс тут же шатоле не защищена вот такое огородничество кроме огорода сегодня у нас ирвинг нейчер парк это парк в сан-джоне который прямо черте город находится возле океана канадские гуси на горизонте это болото которые затопляются приливами океанскими мы идем по трейлу мы короче идем и все время фото им эту красоту даже я вот тут так идешь и с одной стороны у тебя океанчик с другой стороны лес и здесь очень много это такой полуостров здесь очень много пляжей разных разных в основном такие с галышеками с камушками где можно погреться на солнышке и суббота мы должны были встретиться с бодей на половине пути но мы его пропустили машину мы не видели на стоянке потому что по трейлу шли а он наверно гулял в это время не сидел на пляже и мы короче прошли по моему шесть с половиной километров ели доползли когда уже на выходе были грибой да слушай где ты тебя нету так что мы сегодня вжарили впервые прошли весь ирвинг сидим ждем нашего бодю который не хотел идти пошли только мы так вот наш ирвинг нейчур и что не сделали то чтобы открыться во время ковида не во первых по закрывали все туалеты то есть здесь везде везде видите были туалеты их закрыли чтобы так сказать меньше было возможностей что-то подцепить вот и трейлы только видите в одну сторону в одну сторону можно двигаться по трейлам раньше было как как идешь так идешь сейчас только в одну сторону чтобы люди меньше пересекались вот мы прошли вот вот это вот все вот так вот по кругу бодя был не знаю нас сейчас будет спросить где он был где-то или тут он был или тут и мы его пропустили смачного вам хлопки ученик идет учить маме зачитывать книжки это все он делает все 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 библию читают украинскую книжку французскую библию математику примерчики решать еще французский вот такая у нас домашняя школа дружник кто это плывет какая-то выдрочка кто ты друг близорокий товарищ света но нырнула что дальше дальше сколько и хватит вообще кайф молодцы отправим геннадий николаевич это наш тренер на сокарках в киеве классно вот такое делают бабушки товарищ кот приходит ко мне по утрам хочет чтобы я ему чухала пузик он не любит чухаться и любит играть так когти не выпускать вот так ложится утречка и пузик подставляет и пузик подставляет чухайте меня чухайте меня говорит кимурчик да такой котик уже почти годик он у нас у нас еще одна хорошая новость нашу площадочку после нашего озера открыли теперь надо пользоваться санитайзером если ты идешь играть ты ребенок здесь они рекомендуют что делать что не делать в принципе уже разрешили общаться с близкими друзьями и родственниками но они видите они предлагают оставаться внутри своей своего круга семьи про симптомы как защитить себя в обществе вот посмотрим надеюсь что остальные площадки тоже откроют гуляю по своему любимому трейлу обратила внимание на шишечки лиственницы посмотрите какие они красивые как розочки прямо прям подумала какую-то что ли подделку с ними сделать такая красота вообще и тяжа нам так все вперед так выпробувание зубов очучение хорошее без брекетов покажи зубы но он же жует ну шо ж редкий случай когда у нас в испамсисе туман я напоминаю что мы живем в 20 минутах от города Сан-Джон собственно говоря где-то в 25 минутах от берега океана и у нас здесь очень редко туманы город Сан-Джон окружает так называемый фокбелт скажем так граница за которой туман не поднимается вот мы живем уже за фокбелтом и вот сейчас у нас наверное где-то 14 градусов тепла в Сан-Джоне наверное меньше десяти если вот этот вот туман дошел до нас это говорит о том что в Сан-Джоне там вообще просто все как молоко но честно говоря я даже скучаю за этим после двух лет жизни в Милэджиле у тумана есть запах такой холодный океанский запах такой влажный воздух который ты как будто пьешь вот я за этим скучаю но благо видите к нам тоже туманы доходят а вчера Бодя был в городе у нас тут тумана не было но уезжая из Сан-Джона он говорил что 12 градусов там было у нас было 18 вы представляете какая разница в температуре поэтому я конечно скажу что погодка в Куэспамсисе радует по сравнению с Сан-Джоном так что я рада что мы здесь живем а еще я думаю вы заметили по моим видео весенним птиц как много птиц в Куэспамсисе это наверное моя первая весна из трех то есть скажем так это третья весна в Канаде и она такая именно вся весенняя птичья поют птицы что-то решают какие-то проблемы причем очень много разных такие трели что вообще просто поэтому вот наслаждаюсь котик сидит утречком смотрит на оленушечек проходите мимо дорогие проходите мимо не надо у нас ничего есть никаких цветов ничего такого шокимурчик все кто съел ага ну-ка мотайте оленюшечки отсюда мотайте мотайте это было много я что-то давно их уже не видела идите идите они съедают столько цветов столько деревьев хороших которые люди садят поэтому тут любви к оленям нету дорогие мои я вот тут за свои грядочки переживаю ну идите идите почти как в голодных играх птичка слышите они переговаривались одна была в одной стороне вот это а ей отвечала где-то оттуда вот птичка я все мечтала записать эти звуки мне все время напоминают голодные игры какие конечно птицы этой весной я прямо вообще в восторге в полном вот оттуда ответила класс классно такое что-то рассказывает моя любимая птичка была самое главное я не знаю как они все называются вообще вот это моя любимая птичка в общем вы поняли сегодня у нас дождик с утра суббота у меня все равно моя прогулка любимая я уже конечно мульон раз вам об этом говорила но как классно ходить просто каждый день идти что-то слушать ничего не слушать двигаться это просто я не знаю мою нервную систему мое физское состояние это просто спасает ребята все стрессы сбрасываются мысли выравниваются начинаешь понимать что в твоей жизни происходит я иногда так иду и планирую что-то себе просто вот думаю что для меня сейчас главное какие у меня приоритеты могу сразу же записать в оверноут но когда я иду у меня чистые мозги никакого интернета никакого вмешательства извне в мои мысли ребята в 105 раз ходите ежедневно ходите хотя бы по 15-20 минут это просто будет вас спасать дорогие родители еще чуть-чуть яблоньки распустятся у нас а вот уже цветет какая красота это утро следующего дня такого тумана я тут не видела еще ни разу первый раз за год я думаю что это очень скоро все уйдет выклево смотрите какой туманчик пришла на озеро плотненький красивенький яблоньки 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 яблоньки